МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24, в студии Екатерина Пянова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Надежды на нового подрядчика строительства 11-й школы возобновят в ближайшее время. Главный вопрос о мобилизации. Глава ЗАГС собрания региона дал разъяснение для нижегородцев. В три раза больше бюджет на программу ОСВВ в следующем году хотят увеличить до 2 миллионов. Далее расскажем по всем подробно. Строительство школы 11 на улице Зорги возобновят в течение месяца. Как сообщил глава города Алексей Сафонов, пришли все необходимые документы из области, которые позволят администрации заключить контракт на строительство с новым подрядчиком. Им стал ООО «Аван» из Нижнего Новгорода. Управление капитального строительства обязало бывшего подрядчика очистить территорию для передачи новому. Договор с новым подрядчиком заключат в течение пары недель. И он приступит к выполнению работ. В Нижегородской области отсутствуют случаи мобилизации неслуживших. Об этом в ходе прямого эфира рассказал председатель законодательного собрания Евгений Люлин. По его словам, также не мобилизуют студентов, аспирантов в дневных отделениях государственных вузов и аккредитованных негосударственных вузов. Подробности далее. В Нижегородской области отсутствуют случаи мобилизации неслуживших. Об этом рассказал председатель законодательного собрания Евгений Люлин. Он подчеркнул, что забирают только от служивших срочную службу в армии. Это касается солдат, сержантов и офицеров. Самый первый критерий – это опыт. Возраст в основном до 35 лет. Часто возникают вопросы. Вот у меня сын был призван, мобилизован. Ему 42 года. Начинаем разбираться. Такие случаи бывают. Он добровольно пришел, изъявил желание и пошел служить. Существует много категорий, которые не подлежат призыву. Во-первых, брони имеют работники оборонных предприятий. Важнейший критерий – состояние здоровья. Мобилизованные проходят медкомиссию. Если не согласны с ее результатами, могут обратиться в областную комиссию. Были нарушения в первые дни тех норм, которые были прописаны. Были такие нарушения. Но их уже устранили. Губернатор активно вмешивался в эту ситуацию. У кого-то было количество детей, четверо детей были призваны. Ошибка. У кого-то постоянное здоровье. У кого-то отсутствие опыта службы. То есть недостатки первые дни сегодня устранены. По словам Евгения Люлина, не мобилизуют студентов, аспирантов, учащихся дневных отделений государственных вузов и аккредитованных негосударственных вузов. Власти разработали механизмы разрешения ситуации, когда права гражданина по мобилизации нарушены. Нужно обратиться непосредственно в военкомат. Заявить. Далее. Не удовлетворен ответом военкома, военного комиссара, районной призывной комиссии, которую изглавляет глава муниципалитета. Там рассматриваются все вопросы. Если не удовлетворен решением районной призывной комиссии, то можно обратиться в областную избирательную комиссию, которая находится по адресу Ашарский дом номер один. Эту комиссию возглавляет губернатор Нижегородской области. И она рассматривает все спорные вопросы. Как заверил Евгений Люлин, в каждой ситуации разберутся. Кроме того, в области разработали программу поддержки мобилизованных. Им собирают необходимые вещи под личным контролем губернатора. Учитывая рекомендации по кнопочным телефонам для мобилизованных, правительство взяло этот вопрос на себя. Первые такие наборы уже выдали. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Сару-24. Минпросвещение открыло новые специальности в педагогических вузах по программам бакалавриата. Это этнографическое образование, образовательный инжиринг и английский язык, робототехника и технология. В магистратуре появились и бизнес-педагогика, инновационное предпринимательство. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В 10-й школе произошло возгорание 28 сентября. Согласно правилам эвакуации, детей оперативно вывели из здания. Пожарную охрану вызвали сразу же, как только сработала пожарная сигнализация. Однако сотрудникам удалось своими силами потушить очаг горения, поэтому вызов отменили. Директор покинул школу, только убедившись, что в здании школьников больше нет. Легковушка врезалась в упавший столб и перевернулась. Днем, 28 сентября, КАМАЗ во время движения третьего завода в сторону первого на южном шоссе задел стрелой столб. В этот момент во встречном направлении ехал ВАЗ, который врезался в упавшую опору и опрокинулся. В результате происшествия водитель легковушки получил различные травмы, сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Уроженец Сарова, выпускник ИКАРа Михаил Заломин в составе сборной команды Москвы занял первое место в дисциплине «Двойной мини-трамп» на командном чемпионате России по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали участие 145 спортсменов из 22 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 заслуженных мастеров спорта, Российской Федерации 15 мастеров спорта международного класса. Соревнования проводились среди мужчин и женщин в дисциплинах индивидуальные прыжки, синхронные прыжки, прыжки на «Двойной мини-трампе», прыжки на акробатической дорожке. Какая судьба ждет городской приют? Когда в нем закончат ремонт и передадут ли на баланс? Многие другие вопросы о ситуации с безнадзорными животными в городе на заседании Думского комитета депутатом ответил председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов. Подробности далее. В Сарове растет число безнадзорных животных. На проблему обратили внимание народные избранники. На заседание они пригласили председателя комитета ветеринарии Михаила Курюмова. По его словам, популяция бездомных животных растет в основном из-за недостаточного финансирования программы ОСВВ «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». Она действует в нашем городе уже несколько лет. В этом году из области выделили 600 тысяч рублей. В следующем финансирование планируют увеличить в три раза. Скажу вам, что ресурсы, они, конечно же, всегда ограничены. Но вот на следующий год Сарову будет выделено в три раза больше денег. Это 2 миллиона 145 тысяч рублей. Предварительно мы его согласовали с Минфином эту сумму. Окончательный бюджет области будет принят в декабре. Тогда уже мы смогу ответственную цену прописать и передать в администрацию Сарова. В регионе программа ОСВВ действует с 2014 года. За это время численность безнадзорных животных уменьшилась на 300%, рассказал Курюмов. Эффективность работы программы можно увидеть спустя три года, считает чиновник. Сейчас важная задача сделать все, чтобы на улицах города было как можно меньше собак без бирок в ухе, то есть не прошедших программу ОСВВ. Еще один значимый вопрос, который вызвал бурные дискуссии – судьба городского приюта. Сейчас в нем идет косметический ремонт. Приют мы потихонечку ремонтируем, ремонтируем опять же из собственных средств заработанных. Бюджетно финансированный на этот приют не идет. Потихонечку уже вот в этом году за полгода миллион двести вложили, и только что я тут приехал, работа движется, и задача у нас к ноябрю – косметический ремонт закончить. Дальше, дальнейший этап – это будет обустройство дополнительных вольеров для содержания животных. Закончить обустройство вольеров планируют к декабрю. Сейчас приют находится на балансе госветуправления города Кстова. Передать его госветуправлению нашего города планируют не раньше следующего года. На самом деле, да, здесь четыре вот таких важных вопроса, которые нужно решить, прежде чем это сделать. Да, это надо сделать. Вот надо решить. Первое – это полностью закончить ремонт территории и приюта. Ресурсов в городе Сарове в госветуправлении нет для ремонта. Отсутствует персонал обученный и ставки для того, чтобы взять. Вот сейчас на данный момент их нет. Это тоже препятствие. Третий вопрос – это, соответственно, его нужно содержать. Финансирование, опять же, ресурсов в Сарове для содержания этого приюта нет. Ну и третье – это воля руководителя. Я, например, хочу. Пока власти решают глобальные вопросы сокращения популяции бездомных собак, остаются частные моменты, которые остро волнуют горожан. Один из них – что делать, если в моем дворе есть агрессивная стая, которая кидается на местных жителей? Каждый день мы рассматриваем такие обращения, в том числе и чипированных собачьих. В этом случае факт покуса должен быть зарегистрирован. Даже если он зарегистрирован? Зарегистрирован. Оформляется органам полиции материал КОСП. Ну, книга сообщений о происшествии. Этот материал направляется в комитет ветеринарии. Мы, соответственно, доводим его до администрации, ставим сроки контроля. Затем агрессивные животные отловят и будут содержать в изоляции 90 дней. После примут решение, выпускать на волю снова или нет. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 29 сентября в мире отмечают День сердца. Его главная задача – повысить осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях. В причинах их возникновения, симптомах и профилактике. Подробности далее. Сердечно-сосудистые болезни занимают первое место по смертности. Ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей. Первое место в структуре сердечно-сосудистых заболеваний занимает артериальная гипертензия. При ней уровень артериального давления равен 140 и выше. Повышенное артериальное давление, как правило, некоторые люди не чувствуют его. И уже обращаются за медицинской помощью, когда у них возникают симптомы заболевания. Головная боль, голокружение, быстрая утомляемость, когда появляются какие-то неприятные ощущения в сердце. Зафиксировать болезнь можно только измеряя артериальное давление. Второе заболевание – атеросклероз сосудов, когда в них откладываются атеросклеротические бляшки. Закупорка может привести к ишемической болезни сердца и инфаркту миокарда в дальнейшем, ишемии головного мозга и инсультом. Есть несколько факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Те, на которые человек повлиять не может – это возраст, пол, мужчина более подвержены проблемам сердца, наследственность и те, на которые пациенты в силах повлиять. Те люди, которые курят, у них риск развития заболевания сердца намного выше. Это избыточный вес или нерациональное питание. Употребление алкоголя – это тоже фактор риска. И плюс малоподвижный образ жизни. Здоровый образ жизни, достаточная физическая нагрузка, отказ от жирного, жареного, сладкого и соленого поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточное потребление соли сейчас является одним из факторов. То есть, если у человека уже имеется, допустим, гипертоническая болезнь, то употребление соли должно быть ограничено до 5 грамм в сутки. То есть, это меньше, чем чайная ложка. Во всех продуктах, не только, допустим, салат посолил, суп, но это касается всех продуктов. Подробнее о симптомах сердечно-сосудистых болезней смотрите в новом выпуске передачи «Медицин закрытого города» на нашем канале. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». На территории Сарова в этом году выявили один факт сбыта фальшивых купюр. При этом во всей Нижегородской области возбуждено 441 уголовное дело в сфере фальшивого манечества. Раскрыто и направлено в суд 30 уголовных дел в отношении 16 лиц. В Нижегородской области участились случаи подделки денежных купюр номиналом 2000 и 5000 рублей. За последние 7 месяцев в регионе возбуждено 441 уголовное дело. Из обращений изъяли 516 подделок на общую сумму более 1 миллиона рублей. В Сарове сотрудники полиции зафиксировали один случай оборота фальшивых купюр. Это произошло 4 апреля 2022 года в помещении филиала Банка ВТБ. На Московской 11 при пересчете денежных средств выручки одного из предпринимателей города Саров была обнаружена купюра номиналом 5000 рублей. Попала она непонятно как в эту общую массу, потому что формирование этой сумки инкассаторской было определено за неделю. То есть выручка за неделю собиралась отследить, кто когда приносил данную купюру. Не представляется возможным и в том случае, так как не вёлся учёт поступающей наличности денежных купюр. Выявить фальшивку можно по характерным особенностям. Цветопередача, которая отличается от подлинной купюры. Нечёткое изображение мелких деталей. При сгибе бумаги краска на подделке начинает осыпаться, а под воздействием воды или спирта смываться. Также на фальшивых деньгах отсутствует вдавленности и выпуклости бумаги на местах красочных изображений. А фон денежных купюр может быть загрязнён. Даже водяные знаки – не признак подлинности денег. Купюра поддельная, она стоит из двух частей, два листочка. И водяные знаки, они делают как? Они на одной из частей, чаще наоборотной, наносят краситель специфический. Невооружённым глазом видно водяной знак и водяной знак. Соответствует образу, который на оригинальной купюре. Когда мы смотрим микроскоп, причём мы делаем это при расслаблении купюры, мы её расслабим сначала, разъединяем, потом смотрим. То есть не на просвет. И там видно, в чём разница. Потому что оригинальная купюра, во-первых, так не расслабится, не отсоединяется. Самый простой способ проверить, подлинно ли купюра – обратить внимание на номера на банкноте слева и справа. Цифры должны совпадать. В противном случае вы столкнулись с фальшивкой. На протяжении трёх лет также попадаются поддельные 10 рублей. Посмотрите на ребро монеты. По всей окружности должна быть штамповка монетного двора. Если она полностью гладкая, то это подделка. Престанция за совершение гражданинного преступления по части 1 статьи 186 за изготовление в цели сбыта поддельных банковых билетов Центрального банка России, металлических монет, валюты, равнохранение и перевозка в целях сбыта и сбыта заведенного поддельных банковских билетов, наказание совершения свободы до 8 лет. То есть если деяние совершено в крупном размере, то есть человек фальшивок надел на 2 миллиона 250 тысяч рублей, то до 12 лет. Совершение деяния совершенных организованной группой до 15 лет. При обнаружении фальшивых денег не следует возвращать подозрительную банкноту сбытчику. Необходимо тут же вызвать сотрудников полиции, попытаться максимально точно запомнить приметы злоумышленника. Продавцам и кассирам сотрудники полиции советуют использовать специальное оборудование для проверки подлинности банкноты, а также вести журнал двух- и пятитысячных купюр, записывая серию, номер банкноты и дату сбыта. Обо всех деньгах сомнительного качества сообщайте по телефону 112 или по номеру МВД по ЗАТО Саров 605-22. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok